Бессонная ночь сегодня была у кубанских энергетиков. Шквалистый ветер, налетевший с моря, оборвал линии электропередачи в Новороссийске, Геленджике и еще ряде районов Краснодарского края, обесточив половину Черноморского побережья. Восстановительные работы осложняются аномальными 20-ти градусными морозами. Сергей Пикулин следит за метеосводками. Когда же температура наконец перестанет понижаться? Этот вопрос без преувеличения сейчас волнует каждого жителя Краснодарского края. Настолько морозной зимы на Кубани не было уже очень давно. Обычно средняя температура для февраля это минус 3. Сейчас же столбик термометра опустился до минус 22. На Черноморском побережье морозы сопровождаются шквалистым ветром. Причем дует он с моря. Достаточно нескольких минут на набережной, чтобы одежда покрылась слоем льда. Сегодня в прогнозе погоды на местном телевидении ведущий не смог назвать скорость ветра в Новороссийске из-за того, что прибор, измеряющий ее, сорвало ветром и унесло в море. Порывы в прямом смысле опрокидывают легковушки. На прибрежную трассу от Геленджика до Новороссийска не выпускают пустые фуры и автобусы. Пассажиров отправляют по домам. С 10.30 не вышло около 15 автобусов. То есть это в основном Геленджик-Новороссийск, Геленджик-Краснодар, Геленджик-Приморство-Остас, Ленинградская, Полтавская. Порт Новороссийска также закрыт. Больше 40 судов дрейфуют в открытом море. Высота волн достигает 4 метров. Из-за обрыва высоковольтных проводов почти половина побережья осталась без света. Военные помогают доставлять ремонтные бригады к месту аварий на тяжелой технике. Если будет большой ветер, больше 25 метров в секунду, единственное, что мы сможем ночью сделать, это осмотры. Это опять же, где мы сможем пройти. Потому что на сегодняшний день, вот Ленинский путь Семигорье, где именно проходит линия 9, РА-9, там сугробы достигают до 5 метров. С сегодняшнего дня на неделю из-за сильных морозов отменены занятия во всех школах Краснодарского края. Для учеников это, конечно же, праздник. Родителям объяснили, когда погода наладится, наверстывать пропущенную часть школьной программы придется по субботам. Несмотря на это, они тоже не против каникул. На самом деле детям утром очень холодно выходить в школу, мне самой на работу не надо так рано, но я с ними вышла один раз. Это не человеческий холод просто. В ближайшие дни синоптики прогнозируют лишь усиление ветра до 40 метров в секунду. Морозы вряд ли ослабнут. Власти прибрежных городов просят жителей не выходить из дома без особой надобности. Сергей Пикулин, Сергей Полянский и Екатерина Белоусова. НТВ. Краснодарский край. Аномальные холода добрались и до Крыма. На севере полуострова до минус 25. С сильнейшим ветром порывы до 30 метров в секунду. И в такую погоду около 70 тысяч жителей полуострова вдобавок остались без света из-за оборванных лэб, как и на Кубани. Огромные проблемы с дорожным движением. Снежные заносы на крымских трассах до 2 метров. Ко вчерашнему вечеру спасатели вызвалили из застрявших машин около 600 человек. Блокирован и водный путь через Керченский пролив. Он закрыт для судоходства. Соответственно, не работает и паромная переправа Крым-Кавказ.